Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях и приглашаю в свою скромную студию АркТВ в Ютубе фрагмент новостной программы «Здесь и сейчас» с Анной Монгай на телеканале «Дождь». Смотрите, слушайте. Владимир Зеленский выступил с обращением к Дню Победы во Второй Мировой войне. Напомню, в Украине эта памятная дата отмечается 8 мая, как в Европе или в Соединенных Штатах. Президент Украины сравнил ту войну с нынешней, а Россию и совершаемые ей преступления с Третьим Рейхом. Они врываются в твой дом, приходят убивать, сжигать, казнить. Они не жалеют никого, пожилых людей, женщин, детей. Они – звери. Это воспоминания тех, кто пережил оккупацию нацистов. И это воспоминания тех, кто пережил русскую оккупацию. Одинаковые ужасы. Преступления одинаковых издрахов. «Нелютив». 80 лет назад миллионы украинцев боролись, чтобы нацизм проиграл навсегда. Но сегодня украинцы снова противодействуют злу, которая возродилась, пришло снова, хочет уничтожить нас снова. Армия изверга, который убивает, пытает, стирает с лица земли мирные города и села. Зло, имя которому российский фашизм. Сокращенно – РФ. Мир не видел угрозы. Мир проспал возрождение нацизма. В 5 утра 24 февраля 2022 года. Но сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю. Битва за Киев, бомбардировки Харькова, Одессы, Днепра, массовые могилы, блокады портов, угон и вывоз зерна, пытки, казни, депортации детей, фильтрационные лагеря, колонии для пленных. Сегодня идеи Гитлера звучат на русском языке. Преступления нацистов совершаются под российским флагом. Отличие формальное. Новый вермахт, ворвавшийся в Украину, носит на рукавах двуглавого орла. Новые фау – это калибры и кинжалы. Новые люфтваффе – миги и сушки. Новая свастика – зетка. Новый Гитлер-югенд – юнармия. Новая свастика. Зетка. Новый Гитлер-югенд. Юнармия. Здесь и сейчас. С моей точки зрения, комментарии излишни. Вы все видели, слышали. Делитесь этим видео. Искренне ваш из Филадельфии. Деви Аркадьев. Сегодня 8 мая 2024 года.